Мы начинаем нашу пресс-конференцию, посвященную первому чемпионату Северо-Западного федерального округа по фехтованию. И первое слово директору Центра по фехтованию Северо-Запада Розе Михайловне Тойсовой. Здравствуйте. Хочу сказать предыстории, что в 2015 году Федерация фехтования России был утвержден Северо-Западный региональный центр фехтования. И в связи с этим в 2016 году будет проводиться под эгидой Федерации фехтования России Северо-Западным региональным центром первый в истории чемпионат Северо-Западного федерального округа. Что это значит? Это значит то, что все спортсмены Федерального округа Северо-Запада приедут и будут участвовать. Но кроме этого мы приглашаем всех, кто захочет сюда приехать из других регионов. Санкт-Петербург – это столица фехтовального сегодня мира. Вы знаете, что спортсмены Санкт-Петербурга трое сейчас отбираются на Олимпийские игры. Это уважаемый мастер спорта международного класса, воспитанник школы «Спартак» Ринген Дмитрий Ковалев, Николай Диченко, Екатерина Спортсмена высокого класса. И что интересно, что предполагается их участие в этом чемпионате Северо-Западного федерального округа. Спасибо большое. И слово мастер спорта международного класса по фехтованию на Олимпийских, Дмитрию Рингену. Дима, скажи, пожалуйста, такой турнир для тебя, как для спортсмена, что значит? Да, и тем более, что домашний турнир, как сказал Роза Михайловна. При возможности, конечно, здесь выступлю. Безусловно, в первую очередь потому, что он будет проходить в моей школе, в школу, в которой я вырос. Мы сегодня считали, 23 года назад я сюда пришел. До сих пор здесь появляюсь. И было бы приятно, конечно, здесь выступить еще раз. Тем более, что, насколько я понимаю, вся эта программа региональных центров, она справлена в основном на подготовку детского спорта. Потому что мной, как спортсменом сборной России, занимается Федерация фехтования и моя подготовка. Но кто-то должен заниматься также и детьми, развивать фехтование, приводить их в спорт. А я тут могу исполнить роль только как, не знаю, больше, наверное, рекламную функцию выполнить, чтобы своими действиями, появлениями, участием привлекать детей на соревнованиях, и вообще, так сказать, развивать у них интерес к этому виду спорта. Спасибо большое. Роза Михайловна, есть вопросы? Скажите, пожалуйста, как вообще возникла идея привести такой турнир? И какое будущее вы видите в дальнейшем? Просмотрели все досконально. Чем занимаются другие федеральные вот эти центры? И южные посмотрели, и новосибирские посмотрели, центральные посмотрели. В общем, все посмотрели и подчеркнули самое нужное, интересное, что есть в этих центрах. И поэтому приняли решение в этом году провести первый чемпионат. Это взрослые. Но на следующий год уже планируется проведение первенств Северо-Западного федерального округа и среди детей, и среди кадетов, и среди юниоров. И это объединит всех, еще раз повторяю, что объединит всех и тренеров, и спортсменов всего Северо-Западного федерального округа. Дима, расскажи, пожалуйста, для спортсменов более молодых, да, такой турнир в преддверии тем более чемпионата России, насколько он важен для подготовки и для мастерства? Насколько я понимаю, здесь немножко шире география участников, потому что на чемпионате города могут выступать только спортсмены, выступающие за Петербург. А здесь, соответственно, у нас же еще есть города рядом с Питером, такие как Выборг, к примеру, где много шпажистов хороших. И они могут тоже приехать, поучаствовать, соответственно, вместе пофитовать. И чем выше конкуренция, тем, соответственно, эффективнее все это происходит. Вот, потому что, ну вот, я думаю, в этом основное плюс этого турнира. Вот и не секрет, что вот команда Выборга уже выиграли первенство России среди юниоров по шпаге. И летом туда мы приезжали с олимпийскими чемпионами, чемпионками мира Кровопусков и Арская. Они приезжали и награждали победителей первенства России среди юниоров. Вот в прошлом году, в 2015 году эти ребята заняли. И как раз под эгидой Северо-Западного федерального округа мы делали это поздравление. И было все очень замечательно. И ребята, вдохновленные вот этим всем встречей, сказали, что теперь они будут готовиться и стать чемпионами России среди взрослых спортсменов. Роза Михайловна, скажите, пожалуйста, как будет проходить турнир и кто помогает в организации? Турнир будет проходить на базе Северо-Западного федерального округа в нашем фехтовальном комплексе. Вот здесь на улице Чковского, 63. Организация, в первую очередь, конечно, Зеландо-Северо-Западный региональный центр фехтования при поддержке спортивной школы Олимпийского резерва по фехтованию «Спартак» и, конечно, фехтовально-экипировочного центра «Флайт». Хорошо, развитие куда вы видите? В какую сторону? В увеличении массы? Нет, развитие мы видим в областях. Развитие фехтования и открытие новых отделений в областях, как говорится, Северо-Западного федерального округа. В данном случае в этом году мы открыли, кстати, вам сказать, в Пушкине отделение фехтования «Рапира». «Рапира», открыли в Гатчино «Шпага», открыли Печоры, Псков, хотим в Калининграде, там есть очень хорошее пятиборье. И сейчас ведутся переговоры, открытие там фехтования. Фехтование – это, можно сказать, недешёвое удовольствие, но, тем не менее, если берутся за эти профессионалы, у них всё получается. А мы считаем себя профессионалами, потому что, ну, 36 лет мы занимаемся этим, и, можно сказать, успешно, потому что пятые наши воспитанники, доморощенные, будут участвовать уже в пятой олимпиаде. Дин, да, а тебе вопрос такой же, вот, вертальность хотелось бы, ну, там это... Ты, как спортсмен, как, в чём видишь развитие тоже? Да, вот, как бы, вот, сейчас, ну, шуттема, наверное, да, вошёл, так? Ну, вопрос популярности основной, потому что, как только будет этот, наш вид спорта будет восприниматься, как на таком же уровне, ну, это невозможно на таком же уровне, как футбол, например, его воспринимать, но как лёгкая атлетика или как плавание – это вполне реально, то есть догнать по популярности – это очень легко. Вот, и, с одной стороны, вот, региональный центр будет заниматься популяризацией детей, я вот, например, сейчас у меня несколько, там, будет мероприятий, в частности, с ворклассом, с сетью фитнес-центров, там будет несколько мероприятий в Петербурге, тоже связанных с хитованием. Это твоя инициатива, или... Ну, да, в основном, да. Ну, мы всегда, если все эти подобные вещи делаем вместе, потому что у нас тут одно такое, вот, фехтование всё-таки мир один, и поэтому делаем всё вместе и с региональным центром, и с моими тренерами. И мы стараемся участвовать в показательных выступлениях, и вообще много-много-много рассказывать о фехтовании, но в Петербурге, и вообще северо-западном, действительно, фехтование не самый первый вид спорта в нашем, но мы делаем всё, чтобы это стало, ну, не футболом, но, тем не менее, таким же популярным видом спорта, как и футбол, теннис. Такой вопрос, Дима, а в чём ты видишь, вот, если популяризировать фехтование, да, опять же, разговаривать с людьми о нём, а в чём плюсы фехтования, да, вот, что можно людям, так скажем, чем можно заинтересовать? Ну, универсальность — это в первую очередь, потому что даже на высоком уровне спортивном фехтование не предъявляет таких жёстких требований к человеку, как предъявляют циклические виды спорта, виды спорта, связанные там с физической силой, как единоборство, боевые единоборства. Вот, и, в принципе, человек может за счёт только правильной адаптации своего организма к этому виду спорта, может достигать больших успехов, потому что у нас фехтуют маленькие, высокие, низкие, большие, маленькие, любые люди фехтуют, и все на очень высоком уровне. Это один из плюсов. И второе — это то, что это всегда приятно слышать фехтовальщикам и всем, кто занимается этим видом спорта, потому что это спорт интеллектуальный, и действительно развивает голову. То есть он заставляет человека думать постоянно, причём желательно быстро и правильно, потому что иначе ничего не получится. Вот, развитие головы — это вообще очень полезная вещь, с ней гораздо проще жить потом, с хорошей головой. Ну вот, собственно, основные моменты. Ну, я всегда родителям всем говорю, что почему хорошо заниматься фехтованием, мы не предъявляем никаких требований к спортсмену. Ну, полненький — хорошо, ну, худенький — тоже хорошо, маленький. Понимаете, здесь нет ограничения в физическом развитии ребёнка. Если ты приходишь и говоришь, что ты занимаешься фехтованием, это сразу, это сразу уважаемый ребёнок в школе, это сразу один из самых любимых, это сразу его везде, так сказать, хвалят и везде показывают пример, потому что фехтование, действительно, заниматься фехтованием сегодня престижно. Наш девиз, мы вашего ребёнка научим не только фехтовать, но и думать, но и думать. И ведь проходят огромные работы и зимние лагеря, и осенние лагеря, и летние лагеря. Как я говорю, что это завод, который не останавливается ни на одну минуту. И поэтому мы следим и за малышами, и за детьми, и за кадетами, и юниверами, взрослыми, и даже за ветеранами занимаемся. Спасибо большое.